Добрый день, уважаемые саровчане! Мы с вами собрались, как и обещали, 11 мая, для того, чтобы доложить вам сводку на сегодняшний день, для того, чтобы понять, в какой мы сейчас находимся с вами ситуации. Последний раз, напоминаю, 8 мая мы говорили с вами о том, что нарастающим итогом у нас было 72 человека больных, из них 15 госпитализированных, 13 выздоровевших, и на карантине 69, что изменилось за эти несколько дней. Прибавлялись новые больные, регистрировались небольшим количеством, плюс 2 человека за 10 мая, плюс 4 человека за 9 мая, нисколько не добавилось сегодня. Итого всего плюс 6, на сегодняшний день 78 человек больных. При этом у нас увеличилось не только количество больных, но и количество выздоровевших. Среди лиц, которые заболели у нас в самом начале нашего этапа всего этого заболеваемости в городе, добавились еще 4 человека, выздоровевших от коронавирусной инфекции. И на сегодняшний день эта цифра составляет нарастающим итогом 17 человек выздоровевших. Итого 78 больных, 17 выздоровевших, 61 человек продолжает болеть. Из этих 61 человека, давайте посмотрим. Значит, на дому получают лечение у нас, сейчас посчитаем, Значит, 15 человек у нас госпитализировано, 15 из 61, и остальные получают лечение на дому. При этом госпитализированные 14 человек находятся на лечении в нашей клинической больнице. Из них 9 человек средней тяжести и остальные легкой. На дому у всех легкая форма. И один человек помещен для лечения в Приволжский окружной медицинский центр, и у него тяжелое течение. Сегодня он, правда, уже переведен из реанимации, но все равно это тяжелая форма заболевания. И таким образом остальные у нас получают лечение на дому, и плюс еще на карантине находится 63 человека. Давайте посмотрим, за счет кого увеличилось у нас количество больных. Фактически, это у нас идут цепочки связей, контактов с больными из нашей ближайшей округи. Это лица, которые работают или проживают на постоянной основе, проживали, имели контакты в Дивеево или в Дивеевском монастыре. И вторая веточка – это лица, которые проживают у нас в Сатисе, но при этом заразились тоже в Дивеево. То есть для нас сейчас самый ближний, самый большой очаг, где много заболеваний, это остается Дивеево. Соответственно, и все слухи, которые отсюда ползут про город, фактически это люди, которые так или иначе связаны с нашим городом, а некоторые совсем не связаны, но с заболеваемостью тянущаяся из Дивеева. Вот, в частности, тяжелой формы человек – это наш саровчанин, который с средних лет, так будем говорить, чуть старше 50 лет. Он работал в последнее время в Дивеевском монастыре, там и заразился. Начав заболевание, так же, как и многие сильно верующие люди, отказывался от лечения. Многие считают, многие очень так считают, я не поддерживаю эту мысль, но и не могу ее никаким образом им доказать, что это не так. Многие верующие считают, что есть только два способа лечения. Первый – это молитва, самый действенный, и второй – это различные чаи. Он достаточно долго не лечился, не подпускал к себе врачей, и когда совсем отяжелел, то уже никого не спрашивая, его, что называется, под белые рученьки отвезли в Приволжский окружной медицинский центр. На сегодняшний день, повторюсь, из реанимации его уже вывели. Лечение он получает адекватное, и мы вместе будем надеяться, что он благополучно все-таки закончит свое лечение. Я таким образом пытаюсь сейчас обратиться ко всем, кто начинает заболевать и лечиться. Конечно, у нас нет этиотропного лечения. У нас нет такого лекарства, которое напрямую убивало бы коронавирус. Но ведь и огромная масса других заболеваний, от которого медицина успешно лечит людей, не имеет этиотропного лечения. Огромное количество. И тем не менее, так называемое симптоматическое лечение приводит к успешному выздоровлению человека. Нельзя так вот махнуть на себя рукой и обращаться только к чаям. К сожалению, при серьезных осложнениях просто чаи и травы, методы такой медицины легкой не помогают. Поэтому, пожалуйста, те, кому поставили диагноз, те, кому назначили лечение, лечение, конечно же, нужно продолжать в обязательном порядке. Ну и другие у нас случаи есть заболевания, тоже получившие свое начало и заражение. У нас есть лица, заразившиеся в самом Дивеевском монастыре. У нас есть лица, заразившиеся, будучи работниками Дивеевской администрации. У нас есть лица, заразившиеся, будучи на лечении в ЦРБ Дивеевской. То есть там это все вещи ожидаемые. Считайте, что у них достаточно близкие были контакты с больными людьми. И поэтому совершенно очевидно, что из этого очага могли таким образом распространиться эти случаи заболеваний. У нас есть смертельный исход нашей соровчанки. Она прописана у нас в городе, имеет прописку, но никогда здесь не живет и не жила. И поэтому она по статистике ушла в САТИС. У нас в САТИСе есть смертельный исход от коронавирусной инфекции. И уже по контактам, по семейным и по рабочим контактам от умершей женщины от коронавирусной инфекции, мы сейчас имеем новых контактных лиц у нас в городе. Мы их наблюдаем. Часть контактных по САТИСу мы передали опять же в Роспотребнадзор Нижегородской области. И по-прежнему продолжаются вопросы, почему этих учитывают здесь, этих учитывают там. В какую-то сводку мы входим, не входим. Но уже еще раз, наверное, повторюсь и скажу, что сейчас у нас совершенная линия однозначная. Вот на данном этапе достаточно долго, уже с 1 мая мы с вами, напоминаю я вам о том, что наша заболеваемость уходит чисто для подсчета Федеральное медико-биологическое агентство и в подсчет Нижегородской области не входит для того, чтобы не было двойного учета одних и тех же заболевших лиц. По поводу наших выздоровевших людей я скажу, что опять то же самое скажу, что те, кто лечится, они выздоравливают. Я надеюсь, что благодаря тому, что у нас сейчас среди больных нет лиц с очень тяжелым, как медики говорят, отягощенным анамнезом, то есть нет очень тяжелых сопутствующих заболеваний, которые бы уводили больных в серьезные осложнения. Нас это все спасает, поэтому у нас на сегодняшний день большее количество среди заболевших, а именно 51 на сегодня болеющий человек – это болеющие в легкой форме. При этом ходят слухи и приходят вопросы, в том числе мне, о том, кто же умер тогда у нас в городе. Значит, одна умерла в Сатисе, она не наша, одна в Дивеево, там где-то она не наша. А кто же у нас-то умер? Мы точно знаем, Ирина Александровна, что у нас в городе есть умершие. Да, у нас есть умершие. Вы знаете, у нас вообще всегда есть рожденные, всегда есть умершие. Это неудивительно. И понятно, почему, вот мне сегодня стало только понятно, почему пытаются каким-то образом связать это с коронавирусной инфекцией. Потому что умер у нас мужчина, наш сыровчанин, от пневмонии. И, конечно, пневмония – это то заболевание, которое в виде осложнений развивается при коронавирусной инфекции. Поэтому эти вещи четко связали. Но, будучи еще прижизненно, данному больному были сделаны анализы, показали отрицательный результат на COVID-19. И посмертно в секционном материале его исследовали очень тщательно и не нашли там тоже коронавирусов. Это говорит о том, что заболевание развелось от другого этиологического фактора. И, как сейчас показывают лабораторные анализы, выполненные от секционного материала данного пациента, теперь уже умершего, они и не от других вирусов, и не от высокопатогенного гриппа, и не от других вирусов. То есть мы так думаем, что, скорее всего, это бактериальная природа. Причем отмечают работники, что задолго до этого, где-то в течение месяца, еще было заболевание у человека. Правда, непонятно, почему он при этом иногда выходил на работу. Это еще раз обращение ко всем. Я считаю, что с признаками заболевания нельзя выходить на работу. И до тех пор, пока все с попутительством к этому относятся, вот такие вещи и будут. Заболел, значит, сиди дома лечись. Поэтому, к сожалению, да, смерть есть, но коронавирусной инфекции там не было. Не на этапе начала заболевания, не потом, когда могла присоединиться еще и какая-то другая флора. По статистике коронавирусной инфекции у нас умерших не появилось. Только один тяжелый на сегодняшний день. Я желаю всем хорошего дня. Желаю отдыхать пока еще и готовиться к вновь наступающей неделе. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok